Продолжение следует... ...с теми самыми опорными контурами. Мы с вами, используя сплайновое моделирование в виде линий, должны создать контур, основу. Вот как раз, как в том примере, который я только что привел, в ситуации с палаткой, сплайны выступят основой, металлическим корпусом, на который в будущем, применив модификатор Surface, мы сможем натянуть поверхность. По этим контурам мы сможем построить поверхность. Такой подход на самом деле позволяет создавать объекты любого типа, потому что в принципе любой объект, неважно это механический, органический, можно для себя представить, разделить как набор вот таких вот контуров опорных. И дальше применительно к этим контурам уже применить этот модификатор и построить объект. Поэтому давайте посмотрим, как это у нас дело будет выглядеть чисто механически, на базе простого объекта. А после этого посмотрим уже непосредственно на более сложном объекте, как все это сделать. Этот сложный объект, это будет сегодняшняя практика, которую нам нужно будет на занятии сделать. Итак, начинаться у нас вся история будет, конечно же, со сплайнов. Я для примера создам несколько объектов. Вначале создам сплайн типа сёкол, примитив круглый. Есть, переключимся в перспективу для удобства. И на базе этого сплайна сделаю несколько других сплайнов методом клонирования, копирования с клавишей shift. Единственное, что делаю их не инстанцами, а копиями. Чуть попозже объясню почему. Делаю один такой, другой, например, такой. И третий, например, объект вот такой. То есть три вот такие вот объекта. После этого выполняю процедуру конвертирования одного из сплайнов в редактируемый сплайн. Это мне нужно для того, чтобы иметь доступ к команде attach. Команда attach – обязательный шаг при работе с этим модификатором, потому что модификатор surface будет применяться к сплайнам, которые являются одной сплайновой формой. Именно поэтому нужно, чтобы все наши сплайны были объединены в одну конструкцию. Именно поэтому при клонировании я пользовался не инстанцами, а attach. Те из вас, кто помните, когда мы делали с вами вот этот узор, фриз это, да, элемент того узора, мы рисовали половину, а вторую половину симметрично делали отражение. Так вот, когда вы клонировали ее как инстанц, вы после ее не могли при-attachить. Команда attach не работала. Потому что attach работает только с копиями объектов. Именно поэтому я их клонировал как копии. Хотя, в принципе, кстати, один из вариантов нарушить копии – это процедура конвертирования. То есть, если даже вы их клонировали как инстанц, после этого, выделив эти инстанцы, вы можете к ним переменить команду convert-editable-spline, тогда связь между объектами нарушается, они снова становятся копиями. Так вот, выделив один из них, я с помощью команды attach-multi, чтобы многократно не щелкать, присоединяю все остальные кусочки в одну общую конструкцию. То есть, теперь это одна сплайновая форма. Если я перейду на уровень точек, я увижу вершины этой конструкции. На самом деле, это еще не все. Теперь мне нужно создать дополнительные контуры, которые окончательно этой форме придадут тот внешний вид, который она должна иметь. Для этого я воспользуюсь командой create-line. Почему командой create-line? Потому что мне удобно будет вид на мои точки, они подсвечиваются, и мне проще будет пройтись по ним. А я именно по этим точкам буду проходить линии, для того, чтобы контур соответствовал той форме, которая мне нужна. И еще один из вариантов, который мне поможет – это моя трехмерная привязка. Я включаю ее, проверяю, чтобы стояла привязка к вершинам, и тогда при использовании команды create-line я смогу четко проходить по этим точкам. Видите, я буду к ним привязываться. Единственное, такой вот момент, учтите, использование трехмерной привязки в сплайнах в режиме vertex, вершина, делает привязку не только к явно находящимся точкам, к явно существующим на сплайне, а еще и к вот тем маленьким шажкам, которые у нас на свитке Interpolation присутствуют. Видите, он их тоже считает за точки, и тоже к ним позволяет привязываться. Поэтому будьте аккуратны при создании, смотрите, чтобы привязка была четко к точке, а не где-то здесь. Теперь я создаю дополнительные контуры. Щелкаю точкой тут, 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 тут. И заканчиваю редактирование. То есть вот я создал еще один контур, и теперь продолжаю эту картину для всех остальных точек. То есть моя задача, как можно точнее описать вот этот опорный контур, на который должна натянуться моя трехмерная вот эта поверхность с помощью модификатора Surface, которая будет получена. Вот сейчас я, в принципе, создал непосредственно каркас трехмерный из сплайнов, на который я уже могу сверху натянуть поверхность с помощью модификатора Surface. То есть вот такая вот маленькая непонятность у меня будет. Что это такое, я не знаю, но тем не менее. То есть форма вот получена. Да, какая-то ножка, там, подсвечник, что-нибудь такое. Когда у меня форма получена, я могу уже применить модификатор Surface. То есть самое главное при использовании Surface, первое, это как можно точнее описать контур сплайнами. То есть не просто там сечения, например, поперечные, еще и продольные должны быть, то есть полностью вся конструкция должна быть понятна. То есть вы, прокручивая ее, уже должны представлять эту форму. Как будто мы по клавише F3 включили каркасный режим. То есть не видим поверхности, но видим ее ребра. То есть эти ребра должны определять модель. То есть без вот этих, например, линий, просто сечения, мне бы ничего не дали. Модификатор Surface не понял бы, что я хочу построить. А теперь просто-напросто к этому объекту, раскрыв списки модификаторов, нужно найти модификатор Surface поверхность. Он находится внизу, они по алфавиту рассортированы. Вот он, Surface поверхность. Я уже непосредственно делаю процесс применения данного модификатора. Только я его применю, он мне сразу построит поверхность. Так как сплайны у меня сейчас не в верном направлении создавались, у меня трехмерная поверхность вывернута наизнанку. Поэтому я сейчас модификаторе с помощью параметров FlipNormals переотражу их так, как нужно. И вот моя трехмерная поверхность, полученная на базе опорных контуров. Вот таким вот образом выглядящая. То есть наша задача как можно точнее сплайном описать контур, а после этого, просто применив модификатор, мы получаем результат. Для этого модификатора самое главное, чтобы сплайны просто находились близко друг к другу. Давайте немножко скажем о настройках, и тогда понятно будет технология работы этого модификатора, логика. Значит, в списке параметров этого модификатора самый главный основной параметр это вот параметр с вот таким вот названием Threshold. Порог. Порог. Что это за порог? Значение этого порога это расстояние, которое должно быть между точками сплайна, для того, чтобы там создалась поверхность. Я не зря использовал привязку при построении линий, потому что привязка мне позволила стыковать точку к точке. Если бы я это делал в ручном режиме, например, я сейчас специально возьму, выделю вот здесь вот точку, надеюсь, что это точка линии, да, и отодвину ее в сторону. То есть вот сейчас расстояние, которое у меня здесь построено, наверняка больше значения порога, которое задано в Surface модификаторе. Если я вернусь на Surface, вот что я получу. Так как порог, расстояние между точками больше, чем это значение, он здесь не строит кусок геометрии, видите. Не понимает, что тут нужно построить. Вернув эту вершину на место, то есть подведя ее настолько близко, чтобы значение порога сработало, он мне ее сделает так, как нужно. Как вариант, я могу увеличить просто значение здесь. Например, нужно быть с этим аккуратным, там при слишком больших значениях может неверно быть построенная геометрия. Поэтому лучше не увеличивать порог, а просто как можно ближе друг к другу ставить точки. В крайнем случае, у нас с вами есть замечательная команда на уровне точек. Кто ее помнит? Сближающие точки к друг другу. А? Да. Даша, слушай, тебе в этих участвовать нужно. Что, где, когда. У тебя на скорость просто все летит. Правильно, команда Fuse. Команда, которая у нас заставляет точки сдвигаться друг к другу как можно ближе. То есть, щелкая по ней, как вариант. Возможно, в данном случае это не очень хорошо, потому что у нас это вот форма идеального круга, которая наверху уже станет овальной немножко. Но это может не всегда быть заметно. Но как вариант, у нас с вами есть и привязка. Если нужно, мы снова можем включить привязку и точку к точке состыковать. Или команду Fuse. То есть, два способа, которые позволят вам точки идеально сблизить друг с другом. И тогда даже то значение порога, которое стоит там программой и выбрано по умолчанию, уже сработает нормально. Но как вариант, либо точки сдвигаем как можно ближе, либо увеличиваем значение порога. Но тоже будьте аккуратны, иначе может геометрия там не совсем верно быть построена. Могут начать браться во внимание другие точки, соседние, и геометрия построится не так, как вы ожидаете. Поэтому параметры Threshold. Если нужно, еще один из важных параметров FlipNormals. Параметр, который переворачивает наши нормали. То есть, сейчас наши нормали перевернуты, мы внутри будем видеть поверхность нормально, полноценно, а снаружи, соответственно, нет. То есть, если нам нужен ракурс внутри, пожалуйста, такой вариант подходит. Если нет, нажимаем FlipNormal, чтобы перевернуть наши нормали в нужную нам сторону. Еще один очень важный параметр, который чаще всего должен быть включен. Параметр с названием Remove Interior Patches. Убирать внутренние куски геометрии. Убирать внутренние куски поверхности даже. Так, наверное, правильно сказать. Убирать внутренние куски поверхности. Убирать внутренние куски поверхности. Значит, дело в том, что, вот вы помните, если я сейчас от модификатора Surface спущусь вниз к модификатору Editable Spline, когда у нас еще были сплайны, или даже вообще его отключить на время. У нас, например, вот здесь есть это вот круглое сечение, которое внутри находится. Так вот, если эта команда стоит, галочка тут установлена, внутри никакие куски геометрии не создаются. Так, в принципе, и должно быть в нашем случае, потому что нам нужен этот внешний контур. Если же галочку здесь снять, то команда внутри, вот где она может, она тоже создаст геометрию. И это в данном случае будет не совсем верно. Во-первых, тут визуально вот не так, как нужно отображается эта линия. Во-вторых, если мы попытаемся влезть сюда, в серединку, то мы увидим, что вот здесь вот тоже этот кусок геометрии вот построен. То есть вот без него, видите, ничего нет. А вот внутри этот кусок, это поле строится. И когда оно строится, оно нарушает геометрию. И то есть геометрия внутри геометрии, склеиться она не может там, получается такой не очень красивый здесь момент. Поэтому чаще всего эта галочка, этот параметр должен быть включен, чтобы внутри ничего не строилось. Ну и еще один параметр, он такой, больше для специфических задач. Use only selected segments. То есть использовать только выделенные сегменты. По умолчанию, ваш модификатор Surface применяется ко всему сплайну, ко всем сегментам сплайна. Но если вы хотите, чтобы применялось только к некоторым сегментам, мы можем поставить здесь галочку Use only selected segments. То есть применять этот модификатор только к выделенным сегментам. Сейчас, когда я установил, у меня ничего не отображается, потому что никакие сегменты не были выделены. Сегменты у меня доступны только в сплайне, поэтому я, видите, с модификатора Surface опускаюсь на сплайны, категорию сегменты, выделяю нужные мне сегменты, те, по которым я хотел бы построить геометрию. Например, вот так. Видите, то есть верхние вот я не захватываю. Теперь я могу даже отключить редактирование. То есть мне не обязательно оставаться на этом уровне. Я их уже выделил, они вот красно маркированы, отключая, программа все равно помнит, что они выделены. И вот теперь, вернувшись наверх, моя геометрия, благодаря этому параметру, строится только по выделенным сегментам, а не по всему остальному. Если снять, построится все. Поставить только те, которые выделены. Ну тоже такая опция специфическая, для каких-то, наверное, более тонких задач, потому что, в принципе, если вам нужна только эта часть, нафига же вы строили все остальное, да? Чтобы потом выделять только низ. Тогда просто имеет смысл строить то, что нужно. Но, наверное, есть ситуации, когда вот эта опция имеет смысл. Я лично с ними не сталкивался. Если я этим модификатором работаю, то, как правило, ко всей сплайновой конструкции я его применяю. И теперь еще один момент, который здесь нам осталось разобрать, это параметр вот такой вот патч Topology, параметр Steps в нем находится. Это параметр, который будет актуален при изменении качества геометрии нашей. Если я эти Steps, Shagin, начну уменьшать, у меня геометрия будет более упрощенной. А увеличивая эти параметры, я, соответственно, уровень детализации моей модели поднимаю. В будущем это будет у нас влиять на, визуально, на саму модель. Я вот для примера сейчас сделаю несколько копий с помощью клавиши Shift. И сделаю так. Кстати, не посмотрел, какие они у меня. Ага, копиями, да. Здесь, например, отключу вообще Steps. Здесь им сделаю там один уровень, здесь сделаю два, а здесь, соответственно, три. Вот. Ну а теперь просто, чтобы вам это дело продемонстрировать, переведу их в новый тип геометрии, с которой мы еще не работали, но в скором очень времени будем работать. Вот при этом переводе показывается реальная составная часть, то есть сколько из скольких кусков строится наша поверхность. И вот тут видно, что при нуле у нас здесь одна составная часть, при единичке вот этот один полигон, который мы с планами, помните, очерчивали. Вот он делится над область 2 на 2, здесь, соответственно, там 3 на 3 и так далее. То есть реально увеличивается детализация этой формы. Она просто не видна, когда мы задаем ее здесь. Внешне форма как бы меняется, мы это видим, но вот этих вот делений нету, поэтому я специально это вам показал, чтобы вы увидели, что в будущем этот параметр не только внешне на форму будет влиять, а и на количество частей, из которых она состоит. Поэтому параметр Steps, шаги, позволяет управлять детализацией модели. То есть из скольки составных частей она будет у нас в будущем состоять. То есть вот как работает данный модификатор. Поэтому в принципе мы с вами можем довольно-таки большое количество объектов выстраивать с помощью этого модификатора. Ну, чтобы вам это дело продемонстрировать, мы можем сделать следующее. Вот в файлах помощи, которые идут с программой, есть неплохая иллюстрация по этому поводу. Я захожу в категорию Help, Autodesk 3D Mask Help, то есть открываются файлы помощи программы. Можно здесь по категориям пройтись, можно для того, чтобы быстрее это сделать, воспользоваться вот закладочкой поиски, просто в поле поиска. Вот тут у нас уже, кстати, осталось от предыдущего. Это воспользоваться Surface. Надпись такой вот Surface. Так, не, наверное, спорный вопрос, что быстрее, что-то там он не то нам показал. Давайте, значит, попытаемся найти его здесь. Вот здесь список модификаторов. Object Space Modifier. Сможем здесь его найти. Surface. О, есть. Вот, вот статья по этому модификатору, модификатору Surface. Так вот, даже такой сложный, казалось бы, объект, как вот этот мопед, например, тоже получен с помощью, его геометрия получена с помощью этого модификатора. То есть многие его части, видите, разбиты на вот такие составные опорные контуры. Они на базе сплайнов смоделированы. А дальше, используя непосредственно модификатор Surface, он поэтому строит геометрию. Вот, допустим, там часть корпуса, видите. То есть, на самом деле, я не скажу, что это там самый быстрый, возможно, способ моделирования, да, потому что неизвестно, что быстрый. Быстрее выстраивать такую вот сплайновую сетку, вот, или воспользоваться другими способами моделирования, которые в будущем мы с вами тоже изучим. Но как один из вариантов, может быть и такой способ. То есть вот на базе сплайнов сделаны опорные контуры, после этого Surface сразу дает вот такую вот геометрию. Механическая форма. Вот, например, органическая форма, видите, когда тут лицо какого-то такого непонятного существа, да, разделена на вот такие вот сплайны, обведена в виде сплайновых контуров, а дальше применим Surface, он нам дает возможность построить геометрию. Вот еще одна Чупакабра. Тоже по такому же принципу, видите, но тут довольно-таки насыщенная сетка получается. Но я к тому, что можно, можно и таким способом моделировать объекты. Есть и другие способы. Лично для меня этот способ применительно к этому объекту не самый удобный. Я больше предпочитаю полигональное моделирование, хотя это мой выбор. Технология вот такая. То есть отрисовав сплайнами контур, применив Surface, мы с вами генерируем по нему поверхность и сразу можем с ней работать. Вот уже идет описание всех параметров. Нам это с вами, в принципе, сейчас уже не понадобится. Поэтому вот такой вот модификатор. В принципе, модификатор несложный. Вся сложность в данном модификаторе заключается только лишь в том, чтобы правильно создать сплайновый контур, который в будущем превратится непосредственно в геометрию. Вот мы немножко теории посмотрели. Теперь давайте больше с практической точки зрения все это дело посмотрим. Я сейчас вам это дело поясню, продемонстрирую. А после оставшееся время вы потратите на то, чтобы сами смогли с помощью этого модификатора воссоздать эту поверхность. Итак, данный объект был довольно-таки простым, но зато на нем очень хорошо была понятна технология работы этого модификатора. Сейчас мы с вами попытаемся создать более сложный объект, имеющий чуть больше деталей, где сетка будет уже значительно посложнее. Не такая простая, как она была у нас сейчас. Значит, сейчас посмотрим. Этот материал, кажется, лежит у нас в 12-м, наверное. Да, в 12-м уроке у нас есть вот такой вот симпатичный банан. Фрукт, который каждый из вас видел. Некоторые даже ели, наверное. Посему, как бы, ничего в этой форме необычного нет. Именно поэтому, наверное, была выбрана такая форма, которая всем знакома, все это видели, если этот фрукт видели, поэтому проще будет его воссоздать. Вот наша задача, используя модификатор Surface, построить вот такую вот поверхность. Сделать модель вот этого фрукта. Значит, для этого мы с вами сделаем несколько вещей. Ну, во-первых, немножечко теории, как это все дело мы сможем с вами преображать. А после этого посмотрим, как с практической точки зрения мы это делаем уже непосредственно в пакете 3D Studio Max. Вот, сможем преобразить в то, что нам нужно. Я сейчас запущу программку Photoshop, мне будет удобно проиллюстрировать вам технологию построения этого объекта. Итак, значит, для того, чтобы его построить, нам нужны будут, конечно же, опорные сечения. В качестве этих опорных сечений мы возьмем следующие вещи. Первое. У нас будет набор сечений, идущих вот в этом направлении. То есть вот у нас одно сечение, допустим, где-то здесь. Где-то здесь будет второе, где-то тут будет третье. Вот, наша с вами задача как можно... Сейчас, секундочку. Как можно детально ее проработать, но здесь главное соблюсти некий баланс. То есть делать их, скажем так, до бесконечности тоже смысла нет, потому что с одной стороны, чем больше этих сечений, тем сложнее нам потом работать. То есть тут нужно найти некий компромисс. Вот я приблизительно их стараюсь разбивать на такие более-менее одинаковые формы. Обязательно создаю сечение в тех местах, где меняется форма этого банана, где он становится уже, либо толще. Ну, где-то приблизительно так. То есть нам нужен будет набор таких сечений. Причем это, скажем так, боковой вид. Если бы мы посмотрели на него фронтально, то это сечение выглядело, допустим, как-нибудь бы вот так. Ну, что-то типа такой вот формы. О том, что оно именно такое, а не, допустим, круглое, да, вот такое вот, говорят нам как раз вот эти вот элементы на его корпусе. То есть видно, здесь вот более яркие фрагменты, здесь затененные. Потому что вот тут у нас проходит довольно-таки жесткое ребро. Вот это жесткое ребро как раз вот с одной и с другой стороны банана у нас присутствует. А вот верхняя часть и нижняя уже как раз-таки больше в форме овала. Поэтому это вот одни сечения, которые у нас будут. Помимо этого, у нас с вами есть еще и другая группа сечений, которые нам тоже нужно будет задавать. Вот еще у нас есть дополнительные сечения, которые должны будут пройти у нас вот здесь. Вдоль корпуса. То есть одно будет как-то вот здесь располагаться. Практически красиво получилось. Одно сечение таким образом пойдет, другое пройдет здесь. Самое главное, чтобы они по количеству точек совпадали с теми линиями, вдоль которых они у нас идут. И помимо этого, нам нужно будет еще часть объекта, часть вернее контуров, которые пройдут вот здесь, в местах вот этого изгиба, для того, чтобы здесь как можно точнее передать форму. Это будет как с одной стороны, так и с другой. То есть если мы фронтально на них посмотрим, они образуют некую вот такую вот конструкцию. Одно будет здесь, два будут тут, и одно, например, будет здесь. То есть вот тем самым они как раз вот на этих вот точках граничных и у нас построятся. После того, как мы с вами определим такую вот конструкцию, мы с вами сможем это все дело собрать в один сплайн, применить к нему модификатор Surface, и получить непосредственно поверхность, которая будет походить на форму вот этого нашего банана. Вот это вот та вещь, которую нам нужно будет сделать. Итак, давайте попробуем получить это непосредственно в 3D, в нашем пакете 3D Studio Max. Первое, что мне нужно, так это, конечно, это изображение. То есть делать это, скажем так, виртуально будет довольно-таки сложно. Поэтому я беру вид, вид сбоку, вид слева, и в него загружаю изображение. Напомню вам, самый быстрый способ это Alt-B, комбинация клавиш, которая открывает окошко загрузки изображения. С кнопочкой File я указываю путь к моему изображению, в моем случае оно лежит на диске E, в вашем случае на компьютере Main, но вы его предварительно перепишите в свои папки, и уже укажете им путь оттуда. Следово, значит, в курсе базовый, в 12-м уроке в папочке Classwork лежит этот файл. Он специально затемнил немножко в Photoshop, для того, чтобы, помните, не было проблем с сплайнами, дело в том, что сплайны по умолчанию белого цвета, фон у этого изображения тоже белый, и белые линии на белом довольно-таки трудно различить. В силу этого изображение немножко затемняется, чтобы эти линии лучше читались. Файл указал, дальше обязательно MatchBitMap, напомню вам параметр, который пропорции изображения сохранит, два остальных его исказят. DisplayBackground, конечно же, да, чтобы я видел изображение, и LockZoomPan, для того, чтобы моя картинка была привязана к камере, а не оставалась стационарной, когда камера движется. Окей, и файл загружен. Есть. Сетку можно отключить, окно бокового вида переводим на весь экран, и начинаем работу. То есть, первое, я создам опорное какое-то сечение, одно, от которого вся работа моя пойдет. Это у меня будет в сплайнах. Круг, сёкол. Вот я его рисую. Нарисовав его, я его сразу подставляю здесь, и стараюсь определиться с тем, как его размер подходит или нет. Если нет, там, выделив его, я могу в настроечках его сделать чуть больше в параметрах. Базовый там радиус его. Ну вот, допустим, вот первоначальная форма получена. Но, опять-таки, это у нас не труба, а все-таки банан, посему у него должна быть конструкция чуть другая. Поэтому я этот мой сплайн преобразовываю в редактируемый сплайн, для того, чтобы получить доступ к его точкам. И начинаю его немножко видоизменять на том же самом, например, фронтальном виде, чтобы получить нечто подобное. Ну, пусть в вашем случае чуть красивее будет, чем я здесь накалякал. Вот, поэтому крайние две точки слегка приподнимаем. Как-то так. Вот, основание можно там немножко сделать пошире. Так, у этих двух точек выделить их касательные. Иногда, кстати, вот, работать с одной касательной, ну, вернее, поштучно с ними работать можно, вот, но тогда это нужно делать и для одной, и для второй. Иногда помогает в этих ситуациях инструмент масштабирования. Вот, если мы включаем инструмент масштабирования, самое главное посмотреть, где стоит центр трансформации. Если поставить общий центр трансформации, тогда масштабирование будет работать с этими точками. То есть, там, сдвигать их, например, вот, уменьшать. А если использовать свой центр для каждой точки, тогда масштабирование будет применять функцию работы с касательными. И у вас тогда есть возможность сразу с двумя точками, с двумя касательными, работать двух разных точек. Я выстраиваю форму и сразу смотрю здесь, чтобы эта точка проходила через это вот место, где вот этот фрагмент должен явно подчеркиваться. И тут снова, если нужно, могу немножко тут его расширить. Ну, вот что-то такое. Наподобие чего-то вот такого. Вот, как бы, первоначальная форма у меня уже получена. Здесь она у меня есть. И теперь остается дело, на самом деле, за самой, наверное, простой процедурой. Это копирование этого сечения и подгонка его под разные диаметры, под разные сечения, которые у нас тут могут быть. Приблизительную конструкцию вы представляете. Вот наша задача, нет нечто подобное сейчас получить. Я копирую один сегмент, можно его поштучно делать. Можно делать копии, можно и инстанс, так как потом мы будем и тачить. Если вы делаете инстансами, вам потом все эти сегменты придется еще раз преобразить в редактируемый сплайн, для того, чтобы они перестали быть инстансами, а стали копиями. Потому что процедура конвертирования нарушает связи между объектами. И самое главное, еще не забывать их вращать. Дело в том, что наша задача их вращать так, как нужно. Если мы их оставим в таком линейном виде, у нас конструкция банана будет не совсем правильной. То есть не будет этого плавного перехода, изгиба формы, которая у нас на нем присутствует. Поэтому я с помощью инструмента вращения корректирую позицию. Так как я их потом буду и тачить, и, как правило, буду и тачить к этой форме, я ко всем остальным для удобства могу применять инструмент масштабирования. Единственное, тут кроется подводный камень. Будьте аккуратны, что вы применяете и как применяете. Если вы примените этот инструмент, например, только лишь там вот сюда, то есть к двум осям, то вы здесь вроде бы выполняете нужную функцию. Но в то же самое время, смотрите, на фронтальном виде он по бокам не меняется. То есть масштабирование должно быть пропорциональным. А для этого нужно наводить в треугольник нашего трипода. Тогда мы пропорционально меняем масштаб. И вот дальше я просто методом дублирования, клонирования стараюсь эти сегменты расположить так, как считаю правильным. То есть тут, где форма не меняется, я их стараюсь располагать более-менее на одинаковом расстоянии. Тут, где форма меняется, где есть переход, я, конечно же, опять-таки применяю вращение и масштабирование для того, чтобы это сечение больше соответствовало, опять-таки, в центр, чтобы вращение, вернее, изменение шло пропорционально. Так, есть. Ну и последнее сечение сделаем здесь. На этом с этой половинкой закончим масштабирование и снова. Есть. То есть вот первая группа объектов у нас выстроена. Если мы на них посмотрим в окне перспективы, они, в принципе, здесь уже эту форму описывают. То есть мы себе можем уже представить, домыслить, как это все будет выглядеть. Но это всего лишь одна часть. У нас есть еще вторая половина банана, которую нам нужно обязательно доделать. Вот. Поэтому аналогичную процедуру мы делаем со второй частью. В данном модификаторе вся сложность, в принципе, сводится к тому, что нам с вами нужно просто правильно создать сечение. Вот, смотрите, если надо, закрывайте. Значит, сделали размер. Так, один. Что? Переносим следующий. И так далее. То есть сечение вы определяете сами, где должны располагаться. Если их будет слишком мало, форма может быть довольно-таки грубоватой, не такой точной. Если их будет слишком много, мы потом устанем при построении дополнительных контуров. То есть сейчас это не единственное сечение. Нам еще нужны будут дополнительные сечения для определения этой формы. И чем больше у нас будет точек, чем больше дополнительных будут фрагментов, тем сложнее нам потом будет разобраться, где что. И при этом количестве, которое мы сейчас делаем, вы увидите, что это будет не самым легким моментом создания этого объекта. Ну и там, где, конечно, идет перепад форм, желательно использовать побольше сечений, чтобы как можно точнее эти формы передавать. Ну и тут сделаем одну, сделаем ее чуть побольше. Ну, на этом остановимся. То есть вот, допустим, та конструкция, которую мы с вами получили. Смотреться сюда, она у нас соответствует нашему банану, но это не все. Сетку можно отключить на время. Первая часть работы сделана, то есть форма основная получена. Теперь дальше, следующий момент. Теперь, в принципе, нам уже боковой вид не нужен, нам будет больше, удобнее работать в окне перспектива. Мы с вами должны эти все сечения собрать в одну общую форму. Я у этих менял масштаб сечений. Только лишь первое сечение, вот это оригинальное, если я включу масштаб, оно имеет стопроцентный масштаб. Поэтому, чтобы не было проблем с масштабом в будущем, я именно к этому сечению буду присоединять все остальные, чтобы они наследовали значение стопроцентного масштаба с этого объекта. Поэтому, выделив его, с помощью команды опять-таки touch-multi, чтобы не тратить время на поштучное выделение, я выделяю все эти объекты, и команда и touch их собираю в одну конструкцию. То есть, вот они, мои сплайны. То есть, это набор сплайнов, которые собраны в одну сплайновую форму. Часть работы сделаны, и, в принципе, наверное, это, с одной стороны, самая легкая часть работы. Сейчас самая сложная часть работы будет состоять в том, что нам нужно сделать дополнительные контуры. Сложность здесь будет заключаться в том, что нам нужно пройтись по всем этим точкам. А их здесь много, и вот тут немножко может быть путаница. Но на самом деле, эта путаница легко исправляется, если все это делать не спеша и по этапам, по частям. Вот, например, для начала. Старайтесь подобрать такой ракурс, при котором вы более-менее видите одинаково идущие точки. Это не всегда может быть легко, иногда можно путаться, Но если даже вы где-то здесь ошибку допустите, в будущем мы это сможем подкорректировать. Что я делаю дальше? Использую команду CreateLine для того, чтобы создать дополнительные контуры. Опять-таки, конечно же, включу привязку, потому что без нее мне здесь будет очень сложно попасть в нужные мои точки. И стараюсь пройтись по этим точкам. Надеюсь, мой мозг сейчас правильно интерпретировал эту модель, нигде тут ошибки никакой не получилось. Вот стараюсь проходить по этим точкам. Так, как только я одну линию сделал, сразу делаю отмену и без продолжения начинаю проверять сразу эту линию. Проще это делать сразу поштучно, чем потом, когда их будет много, привязку отключу. Вот прям выставляете каждое сечение и смотрите, здесь точка прошла, прошла, следующая зашла сюда, здесь все нормально, тут, 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 тут проходит. Все в порядке, здесь мы нигде не ошиблись, все нормально, то есть первая линия проведена правильно. Дальше со второй линии. Чем их больше, чем сложнее, именно поэтому, как бы, стараться нужно и ракурсы подбирать, и стараться просто не запутаться, где что у нас как идет. Так, ну как-то вот так, вот боковая точка, вот, 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 кажется, вот, да, сюда, 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 сюда и вот здесь вот сюда. Ну давайте попробуем, даже если где-то у меня будет ошибка, потом я это смогу подкорректировать. Снова возвращаю привязку и поехал. Одна точка, вторая точка, третья, четвертая, пятая, шестая. Привязка, видите, не только скачет к этим точкам, а очень часто еще и к точкам, которые у нас определяют степсы. Поэтому иногда это путает. Так, отключаю привязку, отключаю крейтлайн и снова сразу проверяю эту линию. Одна прошла, прошла. Здесь, 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 так, есть, есть, есть. Ага, вот смотрите, видите, куда ушла. То есть ошибся, поставил к точке в основании. Вот я выделю эти вершины, нажму Z, чтобы подъехать к ним поближе, и вы увидите, что линия должна вот сюда идти, к этой точке, она ушла вниз. Видно тут. Не проблема, щелкаю, в надежде, что я выделял эту точку. Да, иногда бывает так, что эту выделяет точку. Вот она. Снова включаю привязку и просто ее с привязкой к этой вершине. Все, то есть лучше это делать сразу, потому что потом, создав все четыре линии, если они там пересекаются, довольно-таки трудно сориентироваться, где что, и это иногда тянет за собой путаницу. Так, теперь попроще. Все эти точки на этой стороне у нас первые вершины. Вот, выделены белым цветом, поэтому будет полегче немножко. Снова включаем Create Line и снова проходим по форме. Снова привязочку. У нас здесь нам незаменимый помощник. И поштучно выделяем эти вершины. Помимо того, что следим за тем, что мы проходим нужные точки, стараемся еще обращать внимание на то, к тому ли привязывается наша привязка, то есть к точке или к чему-то другому. Так, и снова проверяем. Вот она проходит через эту точку, через эту. Если нужно, я кручу, вращаю без конца, чтобы отслеживать, потому что иногда в статичном виде так трудно бывает понять, какая линия куда идет. Поэтому выделили участок и покрутите немножко модель. Вам тогда проще будет понять, как эти линии образуют контур. Все нормально. Здесь тоже получилось все как нужно. И последняя линия. Ну, сейчас вообще проще простого. Тут такая каша, уже начинаешь теряться, ничего не понятно. Но мы постараемся здесь все-таки пройтись. То есть вот-вот-вот я их тут вижу. Сюда-сюда, сюда-сюда, сюда-сюда. Ну, вроде как бы определились. Теперь давайте попытаемся это сделать еще раз. То есть я же говорю, ничего страшного, если где-то вы там не ту точку сделаете. Вы знаете, есть команды Refine, добавляющие точку. Если вдруг вы где-то забыли сделать точку, такое бывает, пропустили. То есть не нужно там паниковать, удалять весь объект. Там я пробую заново, у меня еще есть вся жизнь, спереди я все успею. Вот, то есть используйте инструменты редактирования. Добавляйте точки, удаляйте, если лишнее, перемещайте их. То есть не нужно все переделывать с нуля. Вот, то есть используйте эту базу, которая уже была получена. Снова последнюю линию провели, проверяем. Сразу проходим по этим точкам, крутим модель. Лично я иногда, если вот мой мозг начинает иногда неверно интерпретировать, да, линии, то есть трудно понять, я всегда начинаю этот объект вращать. В процессе вращения я, например, сразу ощущаю форму, объем и понимаю, какая линия куда идет. Лично мне это помогает. Если это поможет и вам, замечательно. Если у вас какой-то свой есть вариант, тоже пользуйтесь. Но, как правило, именно вот вращение трехмерной формы позволяет вам ощутить ее и понять, так как она должна идти. Все в порядке. Все линии прошли. Все вроде бы замечательно. Можем попробовать применить Surface. Вот конструкция наша получена. Все это одна сплайновая форма. По идее, Surface должен сработать. Значит, я открыл список, начинаю на клавиатуре набирать название. SU. Не то. SU. Немножко вниз. Ну вот, не так далеко. Surface. Применяю. О, вот такой замечательный черный сгнивший банан. Значит, Flip Normal сделаем, потому что снова не угадали с направлением нормальной. И вот, в принципе, форма получена. Но не совсем все в ней хорошо. Мне сейчас немножко не нравятся вот эти вот линии, которые явно выделяются. Такое ощущение, что это банан для катания в коблево где-то, а не фрукт. То есть форма должна быть более гладкой. За счет чего это получено? За счет того, что вот эти наши линии, которые мы рисовали, они у нас имеют вершины типа конор, угловые. И поэтому здесь получаются такие вот резкие переходы. Мы должны их преобразовать, например, в Smooth, либо в безе, чтобы получить мягкий переход. Но сейчас нам это сделать будет тяжело. Почему? Потому что у нас тут не одна точка, а две точки. У нас пересекается линия, точка вот этого контура и линия, и точка вот этой вот линии. Поэтому неудобно. Чтобы с ними удобно проработать, нам нужно их отсоединить. Смотрите, я на время, на уровне сплайнов, отсоединяю все мои вот эти вот линии. Выделил их все. И пользуюсь командой Detach. Отсоединил в отдельный сплайн. Но будьте аккуратны. Значит, после того, как вы отсоединили, вы работаете не с точками нужных вам линий, а по-прежнему с этими кругами. Поэтому вначале закончили редактирование. Там Surface применился. Видите, уже он остался у нас. Так как нет контура, он вам делает такую вот конструкцию. То есть не то, что нужно, потому что нет линии. Но нас сейчас это не интересует. Я сейчас выделю вот эти линии, чтобы вас не путало. Я их выделю другим цветом. Видно, что это отдельные линии. Там на время даже могу их изолировать. И вот теперь, когда у меня эти линии отдельно, я могу выделить все точки этих линий. И именно этих линий теперь уже, видите, то есть не тех кругов, а этих линий. Теперь я это могу сделать отдельно. И применить к ним, например, тип там Smooth, сглаженный. Тогда они все у нас выстроятся ровненько, красиво. Плавные переходы между ними будут. Просто красота. И вот теперь уже, когда мы с ними поработали, мы можем снова их вернуть. Снова вернуться в нашем модификаторе. Сейчас у нас Surface тут срабатывает. Возвращаемся к тому, когда они еще были сплайнами. С помощью команды attach присоединяем все эти сплайны. И вот теперь, вернувшись к Surface. Та-дам! Ну хиба, что на красота. Да, смотрите, ровный, красивый, плавный переход. Вот, никаких нет проблем, никаких изгибов. Форма получена. Вот таким вот образом, легко и просто, за 50 минут мы с вами сделали форму банана. То есть, спорный вопрос, что быстрее. На самом деле, мы сейчас с вами нарабатываем базу, чтобы вы знали о разных способах, что есть и такой, и такой, и такой вариант. А в будущем использовали либо тот, который вам будет по душе, либо тот, который вы посчитаете более правильным. Я, например, вообще сторонник полигонального моделлера. Ну как-то вот я хорошо эти инструменты изучил, мне с ними удобно работать, комфортно. И я практически все делаю на базе полигонов. Тот способ, о котором мы с вами поговорим в очень скором времени. Хотя сплайны тоже часто использую. Но это не значит, что как бы можно только так. То есть, в Максе есть большое количество разных подходов, инструментов и способов, как получать те или иные вещи. Все зависит от того, какой подход вы используете. Вот, может быть, в данном случае можно было другим способом это сделать чуть быстрее. Вот, а может быть, этот способ оказался быстрее. Но, тем не менее, есть и вот такой подход, который мы можем использовать для построения нашей формы. И вот линии наши, видите, практически идеально прошлись. Если нужно, мы опять-таки там отсоединив эти линии, могли там на уровне перевести их в безе, подкорректировать их так, как нужно, чтобы они четче в форму попадали. Но в данном случае все и так очень неплохо. Ну и последний момент, это уже такой момент, который дополнительно улучшить может результат. Это на уровне точек в нашем сплане, еще до Сурфейса, мы можем небольшие сделать корректировки. Тут группу точек сдвинуть, здесь как-то их еще вытащить. То есть, внести немножко хаоса в эту форму. Потому что, когда все идеальное, ровное, красивое, это, конечно, может быть и здорово, но нереалистично. Чем больше будет каких-то искажений, неровностей в вашем объекте, тем интереснее эта форма будет смотреться. Потому что в жизни на самом деле все такое. То есть, нет ничего идеального, ровного, симметричного. Чаще всего все эти вещи получены человеком, а не природой. Поэтому вот такие небольшие какие-то искажения, отхождения от форм. Действительно, видите, я делаю их не по точкам, потому что если я это буду делать только лишь к точке, я нарушу вот тот порог в Сурфейсе, у меня будут дырки. А я делаю в группе точек, то есть выделяю их область, для того, чтобы их одновременно двигать. О, где-то что-то не так передвинул. Видите, смотрите, вот тут уже получилась дырка и какие-то непонятные штуки. Давайте посмотрим, где-то что-то забыл. Ага, вот тут склеились точки. Почему так? О, автоматик велдинг стоял у меня, видите, и получилось ерунда. Отключаем. Точки двигал, автоматик велдинг сработал и склеил эти точки. Не проблема, выделили эту вершину, применили к ней брейк, разорвали одну точку сюда, другую сюда, а теперь с помощью трехмерной привязки включили эту к себе на место, а эту к себе на место. Все, все в порядке. Вот, вот таким вот образом, то есть мы можем с вами создавать любые формы, в частности, вот банан, это один из примеров геометрической формы, которую мы с вами можем получить, используя модификатор Surface. Хорошо, значит, на этом тогда я делаю остановочку. Значит, теперь ваша задача переключиться к себе за свои машины, в оставшиеся 20 минут попытаться успеть сделать его. Кто не успеет, можете доделать это дома, то есть попрактикуйтесь, попробуйте, это хороший вариант, способ. Вот, самое главное, не спешите, будут вопросы, я на них отвечу, подскажу, помогу. Вот, используйте вот это изображение, если нужно, я вам сейчас его выложу в фотошоповское, которое мы с вами рисовали, где мы рисовали сечение, оно вам поможет, возможно, в работе. Вот, и давайте попробуем получить такую конструкцию.